мы над хутором гуамка в абширонском районе краснодарского края россии населенный пункт расположен на левом берегу реки курджипс в 40 километров к юго-востоку от города абширонск хутор расположен у входа в гуамское ущелье это уникальный памятник природы кубани уникальный уголок образуют хребты гуама и лаганаки резко обрываясь 400 метровыми скалами к долине реки курджипс протяженность гуамского ущелья составляет более пяти километров в ущелье частично восстановлена узкоколейная железная дорога проложенные еще в 30-е года прошлого столетия узкоколейка протяженностью 8 километров раньше связывала гуамку с поселком мизмай теперь полотно частично разрушено по отремонтированному участку дороги в один километр и 700 метров круглый год ходит прогулочный поезд из трех вагонов который регулярно перевозит туристов а также две мотодрезины также используемые для перевозки пассажиров во время работы туристического поезда пешеходное движение от начала ущелья до конечной станции у кафа 1707 не разрешается в окрестностях селения реликтовые леса отличаются разнообразием в них произрастают самшит пихта тис ягодный бук в двух километрах к юго-западу от хутора гуамка на правом берегу реки матуск находится одноименная пещера матуска одной из самых древних находок является фрагмент верхнего правого латерального резца неандерт тальца из раннеюрского периода исследование радиоуглеродным методом образца проса найденного на стоянке древних людей гуамский грот выявила что она относится к периоду между 12 и 10 веками до нашей эры традиция выращивания проса могла распространиться вместе западно-кавказским населением кобяковской археологической культуры по данным переписи населения на хуторе проживают чуть больше трехсот человек а вот приезжающих туристов намного больше ведь места и вправду уникальные и тут можно развить очень интересный курорт ведь хорошо асфальтированная дорога есть необходимо привести газ и конечно спланировать архитектуру и будущую планировку поселка но как у нас часто бывает пока что инициатива исходит от предпринимателей которые на свой страх и риск вкладывают свои личные средства в развитие хутора а вот представители власти как будто и не замечают интереса простых россиян которые огромными толпами приезжают полюбоваться местными красотами ситуация очень странная и совсем непонятная ведь можно развить курорт и получать доход в госбюджет нашего государства а простым людям приезжать и наслаждаться красотами кавказа в центре поселка находится большая бесплатная автостоянка от нее дорога ведет гомскому ущелью основной местной достопримечательности благодаря которой неизвестный хуторок превратился в довольно интересный туристический объект неизвестный хуторок правильный фону Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За высоким забором Ох, и любят же у нас заборы Прям бедствие с этими заборами Видимо тепловоз замыкают, чтоб не угнали Субтитры сделал DimaTorzok Он занимал площадь Черного, Каспийского и Средиземного морей Всю территорию Кавказа, в том числе и Краснодарского края Сейчас мы с вами движемся по самому его дну Миллионы лет назад здесь жили гигантские моллюски Плавали невинные рыбы и огромные динозавры Наш экскурсионный состав идет между двумя хребтами У Амское ущелье Типичная долина прорыва Застряв в весне Коварно вижу кустам скал Летит сверкая на средине Легко и трон Типичная долина Он возникает под горою Как образ адовых ворот Уграя брачной синевою Деяние вод Овальный груд Вдруг ракотание водопада наполнит воздух до краев И гул стучит, как канонада Как эхо страшное Боев За поворотом шум уйдется Больются птичьи голоса Как мираж Из нее уйдется Ускоколение Полоза Русские ботаники XIX века Попав в Гуамское ущелье Были поражены Обилием мельких растений В заросле Родокандрона Кавказского Селющегося мужемельника Лиловича Брец Незабудки Попывавший в лесный местный институт Георгий Бурджиев Описывал эти места Как нечто похожее На бедные стирали И неудивительно Ведь здесь Есть утопающие зелень и горные хребты Есть потрясающие водопады Множество таинственных вещей И красивых озер В решении привесных Реклама полуобородки Преобладают сук и кук А при весе к ним растут Гра, липа и ясен И на нем встречается Высокогорный клюн Созна, пихта В подвеске Растут лищины И зим Моржевельник А рядом с ними Азалия Шиповый полярышник И лавровишня В сырых и тенистых нишах Встречается Вечно зеленое И ликтовое дерево Самши Усеяное мелкими Блестящими листочками До более сухих Места осыпях Растет кис С короткой Плоской хвоей Это ли не удивительно Древнейший Преодолев на туристическом поезде Меньше двух километров Мы отправляемся В пешее путешествие В сторону поселка Мизмай В Гуамском ущелье В тридцатые годы Прошлого века Силами заключенных Была построена Ускоколейная Железная дорога Для вывоза леса Для прокладки Железнодорожного полотна Требовалось Отвоевать у горы Небольшой уступ Вдоль берега реки Подрывники Взрывали Отвесные скалы Рабочие Откидывали Взорванные куски Искал кирками Ломами И лопатами В русло Курджипса Работать Приходилось Над ущельем На страховочных Тросах От осколков Породы Во время Взрыва Прятались В расщелинах И скальных Выступах До сих пор Такой способ Прокладки Этой узкоколейки Вызывает Разнообразные Эмоции И мнения Кто-то Считает Это Подвигом На благо Государства Кто-то Преступлением Государства Против Народа После развала Страны Ускоколейная Железная Дорога Не смогла Найти Себе Хозяина Из-за Постоянных Переделов Государственной Собственности От Ускоколейки Начинающейся Высоко В горах От Хребта Инженерной Лежащего Восточнее Плато Лагу Наки Проходящий Через Исчезнувший Поселок Камышанов Станицу Темнолескую Поселок Мизмай Хутор Гуамку И идущий В Абширонск Остались Жалкие Кусочки Ускоколейка Проходящая По Гуамскому Ущелью Была превращена В аттракцион Для туристов До 2011 Года Из Гуамки Можно было Проехать В поселок Мизмай Но после Того Как Уползень Разрушил Часть Дороги Прокатиться Можно Только Пару Километров По Ущелью А затем Пройти Пешком До Мизмая Если Есть Желание Удивляет Что наши Предки Построили Без Какой-то Мощной Техники А мы Не можем Восстановить Совсем Небольшой Кусочек Железной Дороги Необходимо Просто Вывести Грунт И Проложить Новое Полотно Понятно Что Железная Дорога Не будет Функционировать Для Вывоза Леса Но Ведь Тюризм Может Стать Интересной Статьей Дохода Местных Жителей И Естественно Государство Не обошла Стороной Великая Отечественная Война Эти Прекрасные Места Вот Этот Мост Пришлось С риском Для Жизни Взрывать Партизанам С одной Целью Не Пустить Дальше Фашистских Захватчиков Грустно Смотреть На то Как Разрушается Железная Дорога Мы Не Сохранили То Что Было Построено В Тяжелейших Условиях Редактор субтитров Разглядывая Эти Красивые Горы Кто То Видит Индейца А кто То И Лицо Вождя Мирового Пролетариата Ленина Редактор субтитров А мы Подлетаем К поселку Мезмай Современное Название Мезмай Сложилось Из двух Адыгских Слов Мез Лес И мы Яблоко Дикое Таким Образом Мезмай Переводится С адыгейского Как Лес Диких Яблок Мезмай Активно Развивается Как Центр Горного Туризма В Окрестностях Поселка Множество Природных Достопримечательностей Водопады Пещеры Каньоны А чего Стоит Орлиная Полка Туристы Едут Издалека Только Чтобы Увидеть Пол Мира Под ногами Но Опять же Машину Просто Нигде Оставить И Стоят Машины Сбок Дороги И Все Потому Что Когда Делали Дорогу Не И Культуры Федерального Значения Грунтовый Некрополь Римского Времени Северо-Западная Окраина Поселка Вот Так Какая бы Красота Гор Не Была А люди Хотят Нормальных Условий Проживания И Готовы За Это Платить Свои Кровно Заработанные Рубли Но Для Скорейшего Развития Не Хватает Асфальтированных Дорог И Конечно Газа Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А мы Прощаемся с вами И желаем вам Мира и благополучия 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 Мира и благополучия